Всем привет! Меня зовут Марина и это студенческие новости ВятГУ. Сейчас я расскажу вам о том, что интересного произошло в жизни нашего университета и города после Нового года. Смотрите в этом выпуске. В раке, смокинге, платье в пол. В драмтеатре прошел традиционный областной студенческий бал. Битва за аплодисменты. Во дворце молодежи прошел межвузовский сайнс-слэм. Наука. Это интересно, весело и красиво. В ВятГУ прошел пятый фестиваль науки. Знакомство будущих студентов с вузом. В Амутнинске прошел традиционный фестиваль абитура-фест. В этот футбол играют руками. В Кирове прошел киберспортивный турнир по FIFA 17. Катались в горок, играли в хоккей, участвовали в розыгрыше халявы. И все это в учебное время. 25 января студенты ВятГУ отметили День студента. На театральной площади прошли большие студенческие игры. В этом году приуроченный главному студенческому празднику впервые состоялся матч по хоккею в Валенках между сборными студентов и ректором ВятГУ. В течение двух периодов по 10 минут команды по два раза поразили ворота друг друга. Упустив победу, игроки сборных тем не менее остались довольны самой игрой и положительными эмоциями, которые они подарили себе и зрителям, наблюдавшим за матчем. В этот же день, 25 января, в Драмтеатре прошел областной студенческий бал. В этом году он был посвящен экологии. Какие образы придумали участники бала, смотрите в нашем следующем сюжете. В этом году на областном студенческом балу нас встречает вот такой замечательный добрый Мишка. Я думаю, что это классное начало. Начинаем! Самое долгожданное, самое красивое мероприятие, которое организуется в День российского студенчества. Девушки в коктейльных платьях, молодые люди в костюмах, смокингах, фраках. Вот он, бал студентов. Студенческий бал – уникальная возможность, когда самые красивые, самые умные, самые успешные студенты блеснут внешними и внутренними своими талантами, яркими красками на балу. Главное условие – наличие в одежде зеленого цвета. А все потому, что бал в этом году носит название «Бал природы», так как приурочен Году экологии в России. Чем вообще уникален этот областной студенческий бал и почему тематика выбрана именно такая? Уникально то, что студенты откликаются и делают абсолютно все. Они придумывают от фотозон до того, что можно будет попробовать на этом балу, что можно потрогать, где сфотографироваться, кого пригласить. И сегодня вы смогли увидеть уникальная коллекция, например, и обязательно экологических мехов, то есть все в нашей тематике. Экология многогранна, поэтому творческих площадок для студентов не счесть. Художественное декорирование из овощей и фруктов, плетение фенечек, боди-арт на теле с помощью аквагрима и многое-многое другое. На балу природы каждый может насладиться приготовлениями из натуральных продуктов. Например, сейчас лисичка угощает меня вареной морковкой в меде. Попробуем! Стать участником бала – уникальная возможность для студента. Только самые активные учащиеся вузов и сузов, отличившиеся в научной и общественной деятельности, творчестве и культуре, а также имеющие спортивные и иные достижения, смогли вдохновиться балом природы. Тематика интересная и действительно очень важно, что такую тему подняли. Я вот, как видите, тоже немножко в экологичном наряде изображены цветы и хотелось как-то подчеркнуть как раз тему красоты нашей природы, естественности. Бал посетили представители животного мира – мартышка, хаски, якширский терьер, питон. Они вызвали большой интерес у участников мероприятия. Исторически сложилось, что тон балу задают танцы. Они же являются основой творческого вечера. Ловкость, уверенность, привычность в движениях, непринужденность, величавость, грация и изящество – это, как говорится, основа вальса, кадрильи, полонеза и других традиционных танцев бала. Студентский бал для меня – это, конечно же, самое насыщенное культурное мероприятие на 25 января, на День студентов. Окончание сессии – начало нового учебного семестра. Это прекрасный старт в жизни студента. Самые непредсказуемые, самые веселые и деятельные времена в жизни – студенческие годы. Я хочу пожелать студентам неугомонности, неспокойной жизни, веселой, бурной, насыщенной различными учебными, научными, спортивными, культурными, развлекательными, веселыми мероприятиями. Особенно во время каникул, когда сдана успешная сессия, и студент может выдохнуть и расслабиться. Бал природы завершен. Мы уверены, он оставил самые прекрасные эмоции и впечатления у студентов. Вдохновлялись атмосферой бал. Анна Стефаненкова, Виктор Войтов. Студенческие новости. ВИАТГУ. А науке доступно и с юмором. 8 февраля во Дворце молодежи состоялось шоу научных баттлов «Сайнс-слэм». В борьбе за право назваться лучшим слэмером встретились молодые ученые из кировских вузов. «Сайнс-слэм» – международный проект, направленный на популяризацию науки в формате научных баттлов. В Кирове он проходит второй раз. Молодые ученые соревнуются при полном зале. В чем же секрет успеха научных баттлов? И какое будущее у «Сайнс-слэма» в Кирове? Первый научный баттл в Кирове прошел в октябре 2016-го на уровне нашего университета. Вторая серия «Сайнс-слэм» уже общегородская. Участвуют студенты ВЯДГУ, Медакадемии и Волговятского филиала университета имени Кутавхина. Легко и с юмором о реальных проблемах. Дорогая медицина, плохое состояние дорог, отсутствие дешевых источников энергии. Темы, которые стали вечными, получают новую интерпретацию. «Сайнс-слэм» – это анализ окружающего мира и призыв к саморефлексии. Давайте не будем убегать от проблем и их мешать. Спасибо за внимание. Еще одну проблему выявили на самом мероприятии. Научные баттлы пока привлекают только студентов. Хотя выступления слэммеров, наоборот, больше направлены на людей, далеких от науки. Это проводится для того, чтобы популяризировать науку, чтобы показать, что наука – это не просто там что-то нудное, что сидят там что-то в лабораториях делать, что это движуха, что есть тут движуха и можно развиваться. Симпатию зрителей к участникам по международным правилам измеряли в децибелах. Наибольшая цифра на экране шумомера у Анастасии Шабардиной – студентки Института химии и экологии. Настя и ее коллеги наиболее инициативны в баттлах. Представители остальных институтов пока не отличаются активностью. Облегчение, я чувствую. Если честно, я очень хотела себя попробовать именно с моим проектом выступать, потому что я чувствую себя уверенно. Этот проект я уже делаю второй год, и поэтому мне хотелось выиграть, и я это сделала. Лучшие молодые ученые России сойдутся в научных баттлах в Санкт-Петербурге 14 апреля. Представители нашего университета не успели подать заявки в этом году, но уже в следующем Кировский Science Slam может стать отбором на всероссийский уровень. Анастасия Бабинцева, Егор Окишев, студенческие новости, ВИАДГУ. Наука 0+, 10 и 11 февраля в ВИАДГУ проходил пятый фестиваль науки. Физические и химические шоу, интерактивные квесты, игры и выставки. Небольшая часть того, чем удивляли гостей фестиваля студенты и преподаватели нашего университета. Наука может быть не только полезной, но и завораживающей. Негласный девиз фестиваля 2017. Впервые в ВИАДГУ. Лазерное шоу «Эволюция». Эволюционировал за пять лет и сам фестиваль, слоган которого «Наука 0+.» В эти два дня в ВИАДГУ не было никаких ограничений по возрасту. Более 12 тысяч гостей, которых встречали 250 волонтеров. Прикоснуться к науке смог каждый. Взрослых привлекали лекции и мастер-классы. Самых маленьких – участие в экспериментах и опытах. Понравилось, как с азотом использовали. Это очень красиво было. Там на шарик азот наливали, он сначала сморщивался, а потом взлетал. Я научилась, как делать розочку из яблока и георгина. Электрические опыты и роботы там, шарики, так прикольно все было. Здесь очень интересно, вот нас научили здесь делать из салфеток такие произведения искусства. Вот мы сделали розочку, конверт, свечу. Это просто божественно. Палочку опустили, и там подожгли огонек, и там падали эти искорки. Приду я куда-нибудь на застолье, там девушка красиво сидит, я ей коп розочку из салфетки сделал. Фестиваль на муке такой очень прикольный, интересный, такой непредсказательный, то, что там что-то будет. Вчера ходил и сегодня вот пришел. Мне очень понравилось здесь. Составить фоторобот, спроектировать дом своей мечты, погрузиться в виртуальную реальность, стать шпионом или станцевать с роботом. На фестивале работало 100 площадок, представители всех институтов и факультетов. Каждый хотел удивить и показать. Его направление науки самое интересное. Студенты на площадках буквально готовы гореть для гостей фестиваля, и это совсем не метафора. На реактив-шоу студентов института химии и экологии в потоковой аудитории негде было даже стоять. Волшебство, у которого есть научное обоснование. Юным гостям дали возможность пострелять воздухом и прикоснуться к горячему льду. А эта площадка, кажется, создана специально для студентов. Наконец-то можно выплеснуть все эмоции после зимней сессии. Более безопасную площадку организовал Институт гуманитарных и социальных наук, где любой желающий мог освоить один из восьми иностранных языков. Английский, немецкий, французский, польский, индонезийский, итальянский, японский и китайский. Юбилейный фестиваль науки стал по-настоящему международным. Большинство людей ассоциируют науку с напряженной деятельностью и скукой, но в ВЯТГУ ее показали с другой стороны. И каждый гость первого корпуса в эти не смог убедиться – наука может быть праздником. Анастасия Бабинцева, Егор Окишев, студенческие новости ВЯТГУ. Сделать правильный выбор. 27 и 28 января в Амутнинске прошел традиционный фестиваль Абитура-фест, на котором студенты ВЯТГУ знакомили школьников с институтами и факультетами нашего университета. В эти морозные январские дни Амутнинск становится настоящим центром активной молодежи. Уже в пятый раз здесь проводится Абитура-фест – фестиваль для тех, кто уже сейчас формирует свое будущее. Рецепт грамотно проведенных выходных этих ребят прост. Бэйдж – раздаточный материал и хорошее настроение. Областной фестиваль абитуриентов набирает с каждым годом всю большую популярность. Тут и профориентация, тут и сплочение, тут и знакомство, тут и рассказ про университет и вообще про всю движуху, которая у нас в университете есть. Все они уже сейчас стоят на пороге взрослой жизни, где каждому предстоит сделать свой первый важный выбор. Старшеклассники выбирают между гуманитарными и техническими направлениями подготовки, ведь с вузом, можно сказать, они уже определились. И кажется, за эти два дня они поставят для себя окончательную точку в своем выборе. Я планирую поступать в Вятгоу, потому что это опорный институт нашей области. Ну, потому что это престижно и почетно. Юбилейный пятый фестиваль абитуриентов фест в этом году проходит с особым размахом. На открытии в Доме культуры металлургов, творческие номера студентов Вятгоу и коллективов из Амутнинска, хореографические шоу и юмористические сценки. От абитурифест я сегодня жду безумных впечатлений, чтобы все были на веселье и всем все нравилось. Веревочный курс, презентация отрядов, дискотека, 8 образовательных площадок, экскурсия, наградообразующие предприятия и игры в перерывах. Кажется, такой плотный график в течение двух дней смогут выдержать только сильнейшие. Будущие абитуриенты знакомятся не только с университетом, но и друг с другом. Ведь, кто знает, может быть, уже 1 сентября они встретятся на Театральной площади. Их вновь объединит любовь к Вятгоу. Перемешать всех участников, чтобы каждый смог обрести как можно больше новых друзей. Веревочный курс, площадка как раз для этого. Придумать название, пройти непростые испытания. Всего пара часов и ребята, которые видят сегодня друг друга впервые, уже настоящая команда. Многие же не понимают, что и как происходит на некоторых специальностях, кем они потом идут на работу. Сейчас из уст студентов они это все услышат, поймут, что там не страшно. Самая увлекательная часть фестиваля – презентационная площадка институтов и факультетов. Нынешняя молодежь требует хлеба и опытов. Если хочешь стать химиком, то готовься к горящим ладоням. А перед тем, как узнать об электротехническом факультете, отключи телефон. Магнитное поле, необходимое для управления светом, может негативно влиять на электроприборы. Юристы снимают отпечатки пальцев. Психологи по почерку определяют личность человека. Шоу роботов от робототехников. Каждая площадка действительно по-своему неповторима и уникальна. Для меня Абитура-фест – это место, где руководку идут студенческий дух, научная профориентационная работа с нашими будущими студентами, студентами опорного вуза ВИАТГУ. За два дня на профориентационных площадках побывали выпускники из Афанасьевского, Верхникамского, Амутнинского и Унинского районов. За пять лет Абитура-фест посетила больше тысячи старшеклассников. Означать это может только то, что фестиваль ВИАТГУ действительно помогает абитуриентам сделать правильный выбор и дает хорошую базу для формирования своего будущего уже сейчас. Карина Алаян, студенческое телевидение, ВИАТГУ. Абитура-фест-базы 17! В этом футболе игра руками не только не запрещена, но и поощряется. В Кирове прошел турнир по футбольному симулятору FIFA 17. Ну что ж, друзья, всем привет, всем здравствуйте! Киберспорт! Киберспорт – это соревнование по играм в виртуальном пространстве, но не все видеоигры можно назвать киберспортивными. В этот разряд не входят те, которые содержат в себе элемент случайности, преобладающий над фактором умения игры. Также соперники должны быть в исходно равных условиях. Футбол – это игра миллионов людей и в последнее время завоевывают все большую популярность не только в реальной жизни, но и в жизни виртуальной. Более 40 участников смогли доказать свое мастерство на первом в Кирове турнире по FIFA 17. Драйв – соревновательный характер, возможность стать частью своей любимой футбольной команды, реалистичность. Именно это привлекает поклонников FIFA 17 – 24-й футбольной игры из серии игр FIFA. Я очень люблю киберспорт, в частности, данный спорт, который здесь представлен – это FIFA 17. Я считаю, что сейчас он в России становится популярным и думаю, что скоро, возможно, киберспорт затмит настоящие виды спорта, но я надеюсь, этого все-таки не произойдет. Во дворце молодежи собрались самые преданные фанаты. Они смогли не только посмотреть матчи, но и принять участие, сразившись с профессиональным киберфутболистом. Каждый приходит за эмоциями, за победами. Киберфутбол-матч меньше проходит по времени, чем реальный футбол. И за один матч, за промежуток времени больше эмоциональных каких-то всплесков. Компания UCC совместно с Министерством спорта и Кировской областной федерации футбола отмечает, что киберспорт – новая форма инноваций в приобщении молодежи к спорту. Словно, роль государства в развитии компьютерного спорта является одной из ключевой. Потому что в 2016 году компьютерный спорт был признан официальным видом спорта. И после этого общаться как с государством, как с другими компаниями стало гораздо проще. Не забывайте, что помимо джойстика и монитора есть еще настоящий футбольный мячик. Выходите на улицу и играйте в футбол. Марина Гуманцова, Сергей Гагара, Студенческие новости, ВятГУ. На этом у нас все. Смотрите Студенческие новости, ВятГУ. Следите за жизнью университета вместе с нами. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok